Всем привет! Это 61 часть видео прохождения игры Jagged Alliance 2.1.13 с картами из мода Worldfire на сложности Expert без загрузок. Вне видео я, как видите, раздал задания по ремонту, тренировке и починке своим наемникам. Также мы выдержали несколько атак врагов. Нападали, по-моему, в прошлом видео мы успели увидеть, что по дороге шел вражеский отряд 20 солдат. Они встретили Рафи, ему пришлось уйти с дороги. Так вот, они дошли и напали на аэропорт. Также 20 врагов нападали на Альму. И там, и там мы справились без особых проблем, что очень хорошо. Значит, не придется тренировать ополчение взамен погибшего. Также у нас закончили тренировать ополчение в Драсине Боб и Преп, или Фло и Преп, я уже не помню, кто тренировал. И мы готовы взять последний сектор Драсина и ждать в гости контратаку из 60 человек. Единственное, как я говорю, я еще не решил, будем ли мы ее встречать в обороне, или же просто выйду на встречу и повыбиваю их по отдельности. Тактически, конечно, и в реальной жизни более грамотно ловить их на подходе, а не принимать, когда они объединятся в один большой отряд. Также у нас Рафи продолжает двигаться в Санмону. Мы заказали будущего инструктора. Пока что он, конечно, никакой. Лидерства у него очень мало. Вот он придет в Драсин, тоже будет тренировать свое лидерство, как Фло. Так как нам нужно очень много этих тренеров. Кто-то должен остаться в Драсине, кто-то в ПВО, в Альме, ну и в любых других точках и городах, которые мы будем захватывать. Также я немного изменил оружие. Просто выпало хорошее оружие из врагов атакующих Аэропорт Рассина. Я уже сходил, забрал. Ну, заодно вот покажу, что есть у нас на данный момент. Значит, дальнобойная снайперка и снайперка для ближнего боя. У моего главного снайпера Сова ходит с таким же снайперским оружием, как и главный герой. А вот второстепенное оружие у нее HKG41A2. Очень неплохая штука, тем более она, посмотрите, со всеми улучшениями. Но пока что она пользуется ею редко. Так как враги не подходят так близко. Вот, желательно, конечно, сменить это оружие Бобу на что-то такое, что имеет отсечку. Потому что не всегда нужно стрелять очередью. Например, если вы хотите встать, выстрелить и лечь опять, вам нужно знать четкое количество ходов, которые вы потратите. А вся эта стрельба очередью, когда наемник ошибается, может привести к вашей смерти. Но пока что есть, то есть. Да, кстати, я ходил на сайт Боби Рея, заказал второй АЕК-919К Каштан для Лиски, чтобы уже избавиться от ПП-93. Хотя у ПП-93 дальность больше 17, но это не категорично. На два больше это ничто. Но зато большая проблема, нельзя поставить прицел. На Каштан же можно. Вот я хочу поставить два прицела, чтобы уже она могла стрелять прицельно с обоих видов оружия. Дальше. У Боба у нас дальнобойная штурмовая винтовка. Ну, тоже, конечно, нужно найти штурмовую винтовку столь же дальнобойную, но чтобы у нее отсечка очереди была изначально. А вместо спускового механизма поставить, конечно же, самодельный затвор. Все это, конечно, будет в дальнейшем будущем, не скоро будет. У Айры ничего особенного, хотя очень неплохое оружие. Но, опять же, нет отсечки очереди. Так, это пошли мои неосновные герои. Нас они интересуют. Вот, кстати, как я уже делал ударение. Кольт-команда оказался одним из лучших. В плане количества очков хода на выстрел. Ну, тоже у него отсечки нет, но благодаря своим очкам действия, скорострельности, он один из лучших. Единственное, с дальностью проблема, хотя насадка выравнивает эту проблему. Вот видите, у него 26 на очередь. По-моему, есть меньше у кого-то. По-моему, у Абакана очередь с отсечкой без всяких улучшений. 28, то есть она будет еще меньше. Правда, я вот не знаю, сколько там патронов по описанию, то первые два патрона идут без штрафов. А желательно, конечно, чтобы было, как у всех, отсечка в три патрона. Тогда можно именно ради этой очереди взять и Абакан. Но все равно будет проигрывать по вскидыванию. И тоже это все будет в будущем. И вот, на данный момент самое лучшее оружие. Нашли мы его в Альме. Есть отсечка, есть очередь обычная. Ходов требует немного. И дистанция, как видите, у него примерно как у Кольта. Конечно, по ходам он проигрывает, но зато благодаря всему остальному можно с этим мириться. То есть плюс-минус этих 2-3 очка, хотя вот очередь там 26-34 очка. Не столь важно, зато есть у него очередь отсечкой. Ну, отдал я Гамосу на данный момент. Тоже, видите, полный набор. Ну, а Лрой ходит с оружием Гамоса. Тоже ничего особенного, потому что, конечно же, нет самодельного затвора. Без него все не так радужно. Ну, и Гэри ходит вот с таким оружием. Тоже хороший обвес у него. Вот видите, у него есть отсечка 27, но нет обычной очереди. А там есть 2 Кольта, я уже присмотрел их. Глянул, существует. Я вот не помню их название. Но у одного есть еще и примерно такие же параметры. У него есть возможность стрелять обычной очередью. И какой-то там Кольт с буквой Х мне вообще очень понравился. Тоже очень неплох. Вот все наши герои. Так, сейчас мы будем атаковать вот этот сектор. Когда-то я в него ходил, пытался проверить, как действовать шпионом. И увидел, что там есть один элитный воин. Сейчас попытаемся его взять шпионом ради оружия. Но если не выйдет, не жалко. В принципе, не суть важна. Так, что там у нас? Да, ополчение в Альме, конечно. Еще тренировать и тренировать. Так, почему вы спите работать? И теперь мы пойдем воевать. Ну, кстати, можно не забирать всех в эту битву. Так, наверное, и сделаем. Ну, главного героя я возьму в любом случае. Так, сова в любом случае идет с нами, так как она все равно не делает ничего важного. Вот Барри можно оставить, чтобы он ремонтировал. Хотя, какой смысл по-настоящему? Нет, пусть ремонтирует. Я имею ввиду, время будет потеряно не очень много. 5 минут перемещения между сектором и бой, так что не очень-то много он успеет починить. Но мы все-таки... А, да, Лиску взять по-любому. Может быть, придется ей у кого-то брать в плен. Хотя, как я и говорю, там и некого, в принципе, брать в плен. Там только... Только один элитный боец. Так, Боба ради рации. Раз, два, три, четыре. Ну, возьмем 5-6, как всегда. Так, два тренера, два ученика. Может не разрывать эту пару. Лиска доктор. Хотя она без аптечки. Ну, ладно. Ну, да, и вот, возможно, взять... А, подождите, нам по-любому нужно взять Элроя. А он является тренером. Ну, в таком случае, ему одну пару разобьем. Айра. Потихоньку учу ее механики, чтобы она в простое могла немного и чинить. В таком случае, тренируй дальше. Так, раз, два, три, четыре, пять. И шестого кого-то взять. Ну, пусть будет Герри. Прекрасно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я думаю, нам хватит этих наемников. Как видите, там врагов немного. А мне в видео... Некоторые зрители пишут, что неинтересно смотреть, когда наемников примерно столько же, сколько врагов. Ну, что ж, пойдем им навстречу. Так, единственное, давайте я еще раз посмотрю, выкинул ли я перегруз. Так, Айра со мной не идет. Элрой не перегружен. И Герри не перегружен. Так, подойдем в этот сектор. Готово. И запишемся. Кстати, опять я намучился с Рафи. Вылетала постоянно игра. Как я тут встречается с войском, пришлось уходить, пропускать его, чтобы оно прошло и возвращаться потом на дорогу. Потерянное время, конечно. Ну, что поделать. Нет, нет, главное не ошибиться. Не нужно ополчение. Хотя, очень удобно для ускорения вызвать ополчение. И оно само расправится с врагом. Мы пока этого делать не будем. Так, для... Можно так сказать, наверное, более честной игры. Мне тут рассказали, что шпион... Кстати, посмотрите, почему-то... Ай-яй-яй, что я за здание выбрал? Здесь же окна. Здесь же окна. И мы не можем скрыться. Но с другой стороны нас пока никто не видит. Так, Лиска. Помним, что если встать на край, то... Нас увидят. Нужно отступать сюда на одну клеточку. В таком случае враг выйдет и оказывается к нам флангом. Так. Так, Лрой, кстати, может спокойно идти в разведку. А, я не договорил. Так вот, в игре с подчинением АИ, оказывается, шпион автоматически раскрывается, если я начал с собой. То есть, если я сейчас начну наемниками стрелять и ходить шпионом, то его должны раскрыть. Ну, у меня эта уже версия не стоит. Играл я уже долго. Переигрывать, конечно, не буду. Поэтому себе сам введу такое ограничение. То есть, если начнется битва, то я просто буду убегать. Не буду, короче, я брать врагов в плен. Точнее, отбирать в них оружие во время боя. Ну, или буду это делать, когда остался последний боец. То есть, это совершенно уже ни на что не влияет. Просто я буду экономить вакуумные гранаты. И там, время, чтобы бегать, пытаться его взять в плен. Так, значит, лорой спокойно выходит. Попытаюсь им взять вот эту вот элиту на кулачки. Точнее, с помощью шокера. Если нет, то отступлю и буду просто всех расстреливать. Кстати, я могу вызвать арт-обстрел. Единственное, мне интересно, будет ли здесь все точно так же. С лояльностью, если я порушу здание, как в Альме. Если это так, конечно, мне этого делать не хочется. Хотя, в Драссе, по-моему, у нас с лояльностью проблем нет. Это в Альме лояльность тяжело прокачивает. Так, очень тут неудобно. Все ли поместятся, я не знаю. А здесь придется ложить людей. Как мне жаль, чтобы они тревогу не поднимали. Так, кто тут остался у нас? Гэри. Я даже положу их друг от друга на каком-то расстоянии, чтобы они не мешали. Так, ну что ж, смотрим. Нам нужно, чтобы... Да, битва закончилась. И давайте уроем, пойдем посмотрим, есть ли возможность элиту взять на кулачки. Ой, нет. Здесь два бойца. Очень нехорошо. Есть, конечно, другой вариант. Сначала всех убить, потом дождаться, чтобы закончилась битва, и потом разбираться с элитой. Но я боюсь, что если начнется битва, то мне уже придется здесь убивать всех. То есть они сбегутся близко, а я не смогу добиться окончания стрельбы. Так. Что здесь можно предпринять? Как не обработать этих врагов? Но самое неудобное, вот если бы он зашел в здание, было бы уже легче. И к лите, кстати, нельзя подойти вплотную, так как меня она сразу автоматически раскроет. С другой стороны, я еще не проверял, можно ли элиту глушить, не перехватывает ли она. Если просто убивать, она почему-то перехватывала меня постоянно. Так, что же делать с этим неприятным молодым человеком в красной рубашке? Можно, конечно, попытаться стрельбой выманивать. Хотя это не очень хороший вариант. Дело в том, что... Ай-яй-яй, тут еще и закрыто. Ну, попробуем открыть. Нас никто не видит, и какое-то умение механики у Элроя присутствует. Да, получилось. А теперь попробую схитрить. Единственное, что может не выйти, и... Прибегут оба. А я хочу выстрелить. Вот. На шум прибежал. Получилось его привонить. Единственная проблема, что сейчас не прибежал второй боец. Надеюсь, пистолет-глушитель мне поможет. Кстати, видите, я сразу же нажал походовый режим. Успел. Потому что если Полида подбежала в упор, то меня бы автоматически раскрыли. Ну что ж, давайте возьмем элитного бойца. Плен. Хотя здесь очень плохо. Здесь окно. Это тоже может увидеть. Гад. Ну ладно, если даже увидит, есть возможность убежать. Так, все. Скрываться незачем. Подбегаем и глушим. Да, видите? Хотя бил спину, элита все равно развернулась и... Меня... Раскрыла. Неприятный момент. Так, надеется, что не прибежит второй. Или выйти и начать его... Обстрел. Ладно. Посмотрим, рискнем. Иначе зря все мои были усилия по заманиванию элитного воина в здание. Тем более, как я и говорю. Так. Какой-то Галил Сар. Ну, ходов не хватает. Я, конечно, не заберу оружие. Да. На следующий ход мы его заберем. Главное, чтобы меня не увидели и не очухался элитный боец. Что у тебя еще есть? Что у тебя еще есть? Есть отсечка. Ну, есть отсечка. Дальность. А, я понял, да? Нет. Почему дальность, кстати, 44? Я не понял. Сошка, спусковой механизм. Где здесь? Откуда дополнительная дальность взялась? Ну, ладно. Разберемся потом. А, вижу. Патроны у него заряжены матчевые. Все ясно. Все ясно. Короче, хороший автомат. Он, наверное, пойдет в баре, если я найду... Если я найду... Если я найду... Ускоритель затвора, пружину и карниз. Мне нужен карниз в данном случае. Все, с врагом мы расправились. Отбегаем от трупа, чтобы, если нас увидели... Никто на нас не обиделся. Прекрасно. Отключаем. Походовый режим. И давайте пройдемся, посмотрим, где здесь что. Как и зачем. Да, действительно, стрельбу с глушителем не услышал. Регулярный боец. Или, если не, боец регуляр. Поэтому мы можем спокойно приступать к битве. Так, Элрой. Все. Занимаешься ты стрельбой. Больше шпионом не притворяешься. Ладно, пока пусть постоит так. Мой главный герой. Элрой прикрывает. Здесь двое хватит. Ты пойдешь в обход. Значит, можно забрать Гэри. Не спеша играем, потому что все равно я не смогу, у меня нет времени, сделать две битвы в одном видео. Поэтому это не неважно. Будем здесь аккуратненько играть. Так даже интереснее. Северо-восток, северо-юг, запад-восток. Отсюда. Ну, понятно, где они ходят. Так, пошли искать врага. Так, с собой придется выкатиться. Очень не хочется мне делать. А тут есть, кстати... О, есть укрытие. Подождите. А, да, тут дерево. Прекрасно. Зачем снайперам сидеть за стеной, если он в укрытии будет почти недосягаем? Так, Лизка. У тебя все нормально. Боб. Кстати, тоже не вижу смысла. А, вижу смысл. Смысл в том, что... Ну, в таком случае, зачем? Давайте займем позицию здесь сразу же, Бобом. Так, ну что ж, пора поднимать шум. Все же лучше, чтобы они набегали. На нас. Так, кем мы будем стрелять? Гэри. Сделать выстрел. А уже и не нужно. Так, ну что ж, сова. Не подведи меня. Прицел. Лишний у тебя здесь всего лишь 5,5 кратный хватает, а у тебя 10 кратный. Ну, надеюсь, попадешь. Прекрасно. Сейчас враги начнут на меня набегать. И здесь немного. Элитного воина мы уже обработали. Убили одного регуляра. Вот я не посмотрел. Вроде в районе десятка. Значит, еще не больше восьми. Хотя можно было, кстати, занять позицию на крыше. Мне так кажется. Так. А лрой будет просто вот так вот смотреть. Вот, кстати, уже увидел. Ляжем. Так, ты ждешь. Боб. Что у тебя с крышей? Угу. У тебя крыша, к сожалению, не такая. Так. Всех я подведу к углу. Чтобы они могли видеть врага, который пытается сейчас подбежать к нам поближе. Так. Так. Вот диска перехватила. Ну что ж, давайте посмотрим, что она из себя представляет. Да, есть клики. Но, к сожалению, так как у нее не два оружия. Ух ты, даже попало. Плохо. Придется лечь. Так. Посмотрите, видно все-таки враги генерятся. Потому что появился еще один элитный воин, а его не было. В те разы, когда я заходил. Будем знать. Так, что-то мне не очень нравится позиция, которую я занял, если честно. Нет, все-таки иди. Ох, нет. Трое. Может получиться, что Боб будет... Ладно. Раз уже начал. Останавливаться незачем. Так. Поэтому нужно вступать в бой всеми остальными. Так, 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 так. Ну давай лиской попугаем. Лиска не видит, к сожалению. Кстати, почему? Потому что она лежит. Или в чем дело? Так. Здесь трава такая, что по ней нельзя, посмотрите, пройти. Неприятная ситуация. Хорошо. Ты ничего не можешь сделать. Можно только сделать и лрой. Но он может, к сожалению, получить и выстрел в голову. Хотя пробовать придется. Очень странно. Не видишь, да? Так. А у тебя, по-моему, проблема... Нет, у тебя нет проблемы с отсечкой. У тебя оружие Гамоса. Просто у тебя 6 патронов в очереди с отсечкой. Так, чтобы лечь, 82, 44. Там кто-то 16 вроде бы на то, чтобы лечь. Поэтому можно до 60 точно. Вот так. Отлично. Заодно пули полетали над головой у врага. А что это у него? А, это он маскировку скинул. Хорошо. Не зачем тебе уже эта маскировка. Так. Снайпера хотелось бы перевести. Да, 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 да. Вставай и смело беги вот сюда. Рядом с Лиской. У тебя здесь будет очень хорошая биссектриса стрельбы. Ай-яй-яй, какой смелый. А там неудобно стоит мой главный герой. Как я и говорил, если он стоит вплотную к углу, есть всегда большой шанс, что его увидят до того, как увидит он. Так, как видите, я включил настройку, которая более, как бы правильно сказать, сильнее выделяются летящие пули. Так, у Элиты ничего не получилось. Благодаря перехвату Лиски хотела подбежать она в упор. Но все равно, Боб почему-то не видит Элиту, она хотела где-то занять позицию, да? Ого. Как это элитный боец мог так спрятаться, интересно? Вообще непонятно. Так, ищи врага. Что-то, мне кажется, Боба надо спасать. Или Гэри выйти и засветить врага. Надо же, не увидел. Очень странно. Так, ладно, возвращайся сюда. Но не получилось. Так, Лрой. Никого не видишь. Да, как-то я неудобно расположился, позиции типа занимал. Но они мне не дали никакой возможности видеть врага и наказать. Вот я не знаю, я не вижу врага, он здесь. А видит ли он меня? Ну ладно, рискнем. Я надеюсь, что он точно так же нас не видит. А, подождите, если я рискну, у меня не будет перехвата. Элита спокойно подбежит и Боба обработает. В случае, вставай. Да. Встал, ты можешь увидеть врага. И нужно дать по нему очередь. С отсечкой. Сколько тебе... Ах, у тебя не осталось почти на залегание. Десять. То есть, ты всего лишь сесть сможешь. Всего лишь сможешь сесть. Нет, мне это не нравится. Я забыл, что у Боба проблемы с ходами. То есть, с проворностью. Поэтому лучше... Более безопасно играть. Так, ходит там враг, но никак не хочет подобраться к моему главному герою. Так, чтобы увидели. Так, Лиска всех видит. И ни в кого не попадает. Ну да, дистанция. Конечно. Запредельная для ее вида оружия. Но в любом случае, пусть постреляет. Хотя бы врага попугает. Так, Элрой, там где-то бегает. Очень странно. Бегает Элита, но ты ее не видишь. Так, а что у тебя? Почему ты ничего не видишь? Понятно. Действительно. Так, враг там бегал. По идее, нет у него ходов на перехват. Так, лучшая позиция? Намного. Значит, на следующий ход кого-то мы все-таки словим. Хорошо. И Гэри как-то, получается, не участвует нигде. Мне тоже это не нравится. Вот так хорошо. Мы ляжем за укрытием, а враг у нас в полной видимости. Так, увидел Боб. Наконец-то может дать очередь. Интересно. А, у него мало ходов. То есть, или стрелять ложиться не получится. Ну, ничего. Хотя бы припугнули. Ох! Посмотрите, как враг уже близко подошел. Работаем. Угу. Элитный воин побежал вражески так далеко. Так, что-то мне подсказывает, что... С другой стороны 5 и 4. Все равно поменяю винтовку. Да, но это не урон. Кстати, вы заметили, что почему-то вражеские солдаты, особенно элитные, очень... Ммм... Большое сопротивление у них к урону. Особенно если учесть то, что снайпер за каждый клик урон повышает. То есть, это действительно уже... Должна быть хорошая верня... Ох! Как я подставился. Ходы потратил. Перехвата нет. Странное поведение регуляра. Ну, в принципе, понятно. Спинной не видит. А сейчас он должен был меня наказать. Интересно. Хм... Голова. Торс. Интересно, стоит ли мне пытаться брать... пистолет в руки. А, подождите. У меня есть переключение режимов. Нет, нету. На этой винтовке ничего не переключается. Ну да, у него есть лазерный прицел, но он почему-то не дает возможность им пользоваться. из бедра, наверное, только стоя можно стрелять. Так получается. В таком случае, вот так. Еще раз стрелять есть смысл. 22, а на отступление тебе нужно 12. Да, есть смысл выстрелить без прицела. Отлично. сделать вот так. Эврой глянет не только в окне. Нет. В таком случае прикрывай. Так. Боб. Насколько мы поняли, все враги отступили, поэтому можешь ты опять пытаться занять позицию за деревом. Да, очень хорошо. даже сможешь стрелять на следующий ход. Так. Так, а куда лиску пустить? На прикрытию к Бобу. Хотя что-то не подсказывает, что мы уже разберемся без нее. Сейчас начнут враги подставляться. Да, мы уже видим. Со всех сторон простреливаем. Позицию заняли верно. Наконец-то попало. О, урон 49. Это уже ощутимый урон. Ну, правда, регуляры брони, конечно, не имеют такой, как элита. Вот, наконец-то, и Боб сейчас будет участвовать в бою. Садить очередями, лежа, у него будет очень хорошо получаться. Нужно помнить, что здесь О, и нас могут прострелить, поэтому сейчас нужно одному из наемников повернуться и посмотреть вправо. Это, конечно, будет, скорее всего, Элрой, так как мы герои лучше будут в перехвате. Так, ну, сначала давайте расстреляем всех, кто... Ой. Кто однозначно подставился. Ай-яй-яй, что ж ты так? Здесь же бегает гад какой-то опасный. Ну, в любом случае нужно... Ага, гад не добежал. Гад вот здесь, далеко еще. Хорошо. В таком случае Лиска может уже участвовать тоже. Давай, 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 давай. Так, надеюсь, я правильно с деревом разобрался. Хорошо. Плюс тут еще и Гэри ждет. Да, если кто-то будет подбегать, Гэри тоже заметит. Так, Элрой, посмотри-ка. А, ты уже смотришь. Посмотри в окно. Никого не видишь. В таком случае... А, кстати, враг ко мне спиной. Можно попытаться опять подойти, вызвать, опять отойти. Да. На отход тебе нужно 16. В таком случае, а у тебя 73. Так, если прицелимся, что у нас получается? Так, 54. Как раз 16, да? и счет было. Там не 70, а 70 с чем-то, поэтому даже больше. Хорошо получилось. Тихо, спокойно и не спеша все делаем. Нет, ничего у тебя не выйдет, мы лежим за деревьями. вот, очень хорошо. Сейчас мы тебе дадим длинную очередь. Даже если не попадем, то... ух, сильно мы не попадем. Что-то рой очень сильно облажался. Настолько немедко, что просто жесть. посмотрите, как хорошо враги грамотно работают, если нет этих узких проходов, как я стараюсь всегда и зажать. То есть, бегают, прячутся, все, все красиво и четко. Так, ты здоров, ты ранен. скорее всего нужно с тобой пытаться что-то сделать, так как ты почти спрятался. Конечно, с меткостью у меня большие проблемы. Так, оставить я на перехват. Сначала Бобом попытаемся дать очередь. Какие-то у Боба проблемы. О, хорошо, вся очередь вошла. Проблема в том, что враг слишком близко, а у него 7-кратный притал, поэтому штрафы идут. Ну, Алиска ждет что вот этот выбежит подставиться. Других вариантов я не вижу. Гэри. Ой, Гэри. Нескоро ты кого-то сможешь пытаться подстрелить. Элрой ждет. Хотел бы я тобой выйти, но там, по-моему, есть еще один регуляр. Подождем. Так, Лиска, Лиска, ты перехват. Лиска, нет перехвата, получи наказание. Так, очень странно, по-моему, у него хороший уровень. Почему перехват не пошел, непонятно. Ну, в таком случае пострелять ты сначала, а потом боб добьет, если не получится. ну да, после ранения ты уже не боец. Насколько ты была хороша на начальном этапе игры, насколько ты сейчас не нужна, Лиска. Ну, это просто из-за того, что оружия нет. Как только появятся эти крутые пестрелы, пулеметы, она может опять стать одной из самых сильных. Ранение не страшное, увеличимся быстро. Молодец. Так, оправдала себя. Кстати, видит опять же снайпер. Прекрасно, что у нас, кстати, два врага. Рискнул я, бывает, вылетает, обычная страсть этого не делает, ну, что поделаешь. Так, о, а вот они, два врага. И там где-то рядом еще бегает... Не попал, к сожалению. И рядом еще бегает элитный боец. Ладно. Хотел подойти к Гэри, но я не уверен, где засел элитный боец. А, вот он. Вот уже лучше. Ну, тут Элрой. С огромной очередью, я надеюсь, ты попадешь. А, подождите, он, буквы М нету, значит, он не уперся в этот самый, как его... А, в ноги ты не можешь, в любом случае. Подоконник. Но и в ноги стрелять не выйдет, поэтому... Так, хорошо. Дорого, правда, 6 патронов. Ну, что поделаешь. Все, они все выбежали. На центр здесь Боб с ними поговорит. Кстати, можно Гэри выбежать, оглушающую гранату, попытаться метнуть и тому подобное. Давайте попробуем. Кто это? А, элрой, а как ты хочешь стрелять на слух? Нет, не нужно. Угу. Все залегли. Но, может, и не получится. Давайте проверим. Ай-яй-яй, ты видишь обоих. Ты видишь обоих? А почему у тебя нет оглушающих гранат? А, я выкинул, чтобы у тебя не было перегруза. Хотя, какой перегруз? 51%. Наверное, просто места не было. Но в таком случае отменяется атака на вас. Очень жаль, кстати. Очень жаль. Давайте подумаем. А, чего думаете, у меня Дмитрия нету с собой. Так что все, оглушающих гранат, наверное, нет ни у кого. Но сейчас посмотрю, может, сове кинул. Опять же, как я говорю, шпионом переодеваться выходить не буду, раз такое нельзя сделать в исправленной версии. Есть оглушающий моего главного героя. К сожалению, элитный боец как раз смотрит в нашу сторону. Хотя рискнуть можно. Давайте попробуем. Просто не на этом ходу. Так, вот так. А может, враги убьет и все закончится. Не убил. Так, но подавление работает. В любом случае. Так, элиты попыраем, попытаемся оставить. Кого нужно убить? Вот это регуляра. С него толку никакого. Ты и так плох, да? В таком случае просто стреляй. Подавляй, пугай, и тогда попытаемся выйти моим героем и кинуть гранату. Так. Подождите, он не подрывник. Он гранату просто не докинет нормально. То есть, скорее всего, у него ничего не получится. Ладно, подождем, они ранены. Буду подавлять и ранен. Так. Вот, может, боб добьет. Прекрасно, боб добил. Все, враг не хочет сопротивляться. Будем рисковать. Там полное подавление. Как оно там называется, так? Отлично. Давайте мы ему метнем подарочек. 48 для метания, да? Кидай. Ах ты гад. Посмотрите, у него еще силы есть, но я надеюсь, что подавление и все остальное помешает ему что-то предпринять. Ладно, рискнем. Не буду стрелять больше. Да. Не хватило у него больше ни на что ходов. А, подождите, это не факт, это я перехватил. Рисковать или нет? Я вопрос, если даже шарпшютер может сделать это. Давайте рискнем. Да, ходы у него были очень мало, не прицельные и у него ранения полно. поэтому он у нас не попал, хотя это, конечно, не нужно так делать. Вы видите, что риск огромный. Так, кстати, что здесь правильнее всего было бы? А что ты подбегаешь сбоку? 60. Ах, давайте. Так, и у тебя тоже где-то есть шокер, осталось тебе только попасть. Прекрасно. Вот так вот мы простой бой сделали интересным, так как усложнили себе, выжили из него все, что можно. Как по мне, это очень даже интересно получилось. Ладно, не буду никем набегать. Зря тратить время. Честь имею. Так, ну что ж, зря я или не зря старался. Так, не помню, что ты себе представляешь. О, есть карниз. Отлично. Но все равно начнем мы с этого оружия. Да, хорошая вещь по ходам, но не очень хорошая. О, самодельный затвор вставлен. Нет, нормально. Если я поставлю и удлинитель ствола, будет по дальности немного хуже, чем кольт, но зато у него есть отсечка очереди. Как по мне, неплохо. Так, и карниз. Обязательно карниз, потому что конечно я стараюсь вытягивать оружие, ну не стараюсь, а надеюсь, у которого есть самодельный затвор, но не всегда получается. Поэтому лучше иметь самодельный затвор, сделанный собственноручно, чтобы можно было вставить в любое оружие, которое вы найдете. вот так как я вальми нашел ту штормовую винтовку и вставил самодельный затвор, очень удобно. Так, ничего у тебя интересного нет, вот так попробуй сделать. Так, компьютер не умеет сразу их группировать, поэтому не получилось. Кстати, делать это все нужно в режиме скрытности. Так как это прокачивает проворность. Я имею в виду даже красть, не только биться. Это мне в комментатор один в комментариях подсказал. То есть он проверил уже и даже прокачивался на этом, но я не хочу использовать этим способом. Хотя бы способ заключается в том, что он просто обворовывает постоянно. Постоянно обворовывает. поверженного врага. Но, по-моему, что-то там не сходится. Если я не ошибаюсь, если я полностью обворую врага, то больше рука на нем не будет вставать красной. Сейчас проверим. Хотя это рискованно. Может стать элитный боецей, дать не по рогам. А нет, можно пытаться. Посмотрите, действительно. Ах ты ж, гад. Ну, вот то, о чем я говорил. Переборщил я. Зря ранение получил, но это не страшно. Ранение детские. Да, действительно, можно пытаться врага обирать долго. Или постоянно прокачиваться. Но видите, как опасно может стать, какой он избитый, какой раненый. И тем не менее, у него ходов хватило пытаться меня ударить. И причем почти и получилось. так, вот захватили мы еще один сектор. К нам уже вышли карательные отряды. Так, так как видео, наверное, короткое, я не уверен. Давайте я при вас похожу еще и поищу, чтобы забрать, что плохо лежит. Да, с самодельным затвором сразу же оружие. Давайте глянем, по-моему, у него... А нет, калиматор не встроенный. Так что, очень даже хорошая штука. Да, дальность, конечно, не очень, но это не важно. Да, да, да. Так что, неплохое оружие. Не сильно кольту уступает все же. Кто там еще у нас? Крал, Элрой. Так, и тебе нужно одеться. Нужно одеться сразу же. Где ты? Вот так. Так, заряжайтесь с пола, так сказать. Так. Лиска уже восстановила силы. И кем бы нам скрывать замки? Все же, наверное, барри, так как у него есть. А, я барри с собой не взял. Все, нет, нет таких разговоров. Можно, конечно, кстати, элроем, но нет смысла. Я скорее буду вышибать вышибными зарядами замки, чем им скрывать. Конечно, можно прокачать, но он станет дороже, мне это не нужно. По крайней мере, на данном этапе игры, в принципе, я шпиона так не очень же хочу использовать. Если что-то интересное, там, может, Тикси попробую, хотя, по-моему, там никак не получится, и да и незачем. предотвращать газ там или что, или тревогу, я уже не помню. Так, тут, наверное, ничего нет интересного, кстати. Сектор выглядит как-то бедно. Лом бензин. Так, надеюсь, у меня, кстати, я люблю этим заниматься, надеюсь, у меня под конец герой прокачается до параметров по 100. Ну, механика, меткость точно. Ловкость, скорее всего, тоже. Взрывчатка не проблема. Вот, с проворованностью зависит от жуков, хорошо ли у нас получится на них прокачаться. Зашибись! Кстати, я уже видел у Боба есть продажи дробовики автоматически, то есть, дробовики, которые стреляют очередями. Панхаммер, кто играл в Fallout, помнит. Джанкор, Панхаммер, или как он там, забывай все время, так. И еще какое-то там. Мне очень интересно, как это будет выглядеть. Особенно, если им все поставить улучшения, так как я видел, что на очередь нужно очень много ходов. Дело в том, что очередь дробью, я не знаю, сколько очереди патронов, ну, к примеру, пять патронов. Это просто страшная вещь, причем не уроном, а подавление. Потому что урон, естественно, у картечи, она считается экспансивной. Броню пробивает слабо, но если пробил, кстати, будет урон огромный. А самое главное, что там с одного выстрела залегают все, после пяти выстрелов, я думаю, что враги будут с обосравшимися. Так, хотят нам что-то рассказать. А, мы Драсин захватили, я понял. Кстати, мы пропустили два видео, они были вне видео, попали, к сожалению. Вы их не видели, но я думаю, все, кто играли, знают. что я занята. Да, ваше высочество, это я. Извините, что отрываю вас отдел, но получено, так сказать, важное сообщение. Наши люди докладывают, что повстанцев их стало больше. И они совсем обнаглели, моя королева, они атаковали Драсин. Атаковали, говоришь? Наверное, их порубили на мелкие кусочки. Мне очень неприятно, ваше высочество, но они победили. Они... Так, ну все, сейчас она отошлет карателей. А что интересно, это видео должно было быть первым. Победили? Что? То есть, я уже видел видео за Альму, там она намного более жестко злая, а здесь получается, как бы, как будто на первый раз разозлилась сильнее, чем второй раз. А, нет, учитывается, уже два города. Нет, значит, учли программисты это. Как бы вы не брали в каком последовательности города, все равно ее реакция будет друг за другом следовать в одном и том же порядке. Единственное, очень не люблю этих видео, надеюсь, что моя программа записи не вылетела. Но я записался, так что не страшно. Не любит очень программа записи ни сворачивания, ни переключения. Ну, если, например, были видео еще вставки, то точно, надо бы, она их не взяла. Не нравится, кстати. Застыл. Нет, не застыл. Хорошо. Если застыл показатель FPS на месте, скорее всего, игра уже не пишет. Так, ничего, конечно, интересно, я, скорее всего, не найду, как я и говорил. Хотя, очень неплохо было бы мне найти клей или карнизы. Хотя, один карниз я уже вытянул с врага. Дело в том, что у меня очень много труб для удлинителя ствола. А клей я потерял, когда у меня рюкзаки заглючили. Они были в рюкзаке. Пачки с клеем, я имею в виду. Что поделаешь? Сбегайтесь все сюда. Тут есть что-то вроде сарая. Может, там что-то интересное нас ждет. Так, тут уже надо смотреть на ловушки. Нет ловушек. Хорошо. О, коробочки. Люблю коробочки. Часто в них что-то прячут. Причем, мне интересно, не само содержимое. А, как вы помните, если находить эти спрятанные предметы, происходит прокачка ума, интеллекта. пока я все эти ловушки отдаю своему герою. Так, нет, открытая дверь меня не интересует. А вот... Так, я не понял, что не будет ни одной красной руки. Есть. Понятно, желтые ящики можно обшимонать. Интересно, что там инструмент. Ну, пусть будет. О, докторская аптечка, это круто. Ага. Сейчас я буду делать сплошные операции. Так, а ну, отойди. Ага, красная рука получалась на аптечке. Ну, кстати, это можно проверить. Для этого нужно героям отойти. Я не помню клавишу, там какая-то из клавиш АМ или какая, чтобы вещи под героя положить. Ну, это не проблема. Я просто сделаю вот так, и они точно так же переместятся под героя. Вот видите. А чего это ты? А, на шариках подскользнулся. Да, есть такая хитрость. И вот теперь можно опять проверять, не пропустил ли я какой-то ящик. Можно шарики ложить перед дверями и будут на них падать враги. К сожалению, большого бонуса вы с этого не получите, потому что вы видели, я упал, но ход я весь полностью не теряю, кажется, если я не ошибаюсь. Нет, исправьте. А так, конечно, это был бы один из лучших способов ловить бойцов, особенно элитных. Дейдраны можно было так под дверями положить, пошуметь, как вы видели, он забегает, подскальзывается и падает. Ну, кстати, я в походовом режиме не проверял, вполне возможно, в походовом режиме он теряет весь ход. Хотя, я думаю, вряд ли, потому что даже если вы стреляете в ногу и враг падает, ходы он полностью не теряет. Их стоит меньше, конечно, но это ему не мешает. Ох, я ошибся, здесь очень даже неплохо, особенно в плане патронов. Ну и гранаты есть, и сейф какой-то. Так, и сейчас, извиняюсь, и сейчас срочно нужно опять тренировать о получении, чтобы занять этот сектор. Хотя, можно схитрить. Так я и сделаю, это все вне видео будет. Поставим в аэропорту одного солдатика, он будет просто смотреть, не подходят ли враги. И пока никого нет, все силы переместим вновь захваченный сектор. Если меня ошибаюсь. О, мушка, а, а, и Глок-18 есть, вот кому-нибудь дам блок-18 с мушкой-целиком. Нет ловушки. Так, ну что ж, смотрим. Показываю я вам, что здесь в инвентаре. да, неплохое оружие, к сожалению. А, у меня карниз есть, так что, наверное, я его даже и страчу. В будущем я еще найду. Ну и вот это очень хорошо получается. Посмотрим, что еще коллиматор даст. Сравнив мне видео, что лучше. Теми буду пользоваться. А, сейчас я сделаю эту хитрость, о которой я вам говорил. Вот, зайдем, заберем одного, переместим сюда и посмотрим. Да, действительно, посмотрите, нужно защищать именно вот этот сектор. Ну, а раз именно его надо защищать, потому что я буду тренировать ополчение и уверен, что враги на меня нападут. Вот так вот мы делаем. Вот такая вот хитрость. Нападут, есть кому защищать, там тренируется ополчение. Так, нет, неправильно. Все равно не приходят все или все? Нет, все приходят. В таком случае вот так. Ну, что ж, видео можно завершать. Драстин взяли, ждем атаку. Кстати, кто знает, сколько проходит времени, прежде чем приходят эти контратакующие враги, потому что я могу успеть еще, если долго могу сходить выбить вот этих солдат. Здесь, если не ошибаюсь, или если не переместился этот сектор, он не всегда, по-моему, в одном месте находится. Вертолетчик, нам его надо забрать. Небесный всадник. Нет смысла брать ПВО, пока мы не отобьемся от контратаки, потому что будем только несколько раз ее брать, терять лояльность и тому подобное. Нужно уже взять, натренировать ополчение и чтобы больше никто не тронул. Ну, а когда мы уже возьмем ПВО, у нас будет вертолет, отобьемся от контратаки, мы же будем с помощью резолюта спокойно блокировать оба этих города и можно подумать о походе в Санмону, чтобы ее зачистить полностью. Ну, а потом, как я и говорил, наверное, Чицзену, так как после нее не будет жуков. Просто для интереса. Ну, тут спорный вопрос, Чицзену дают очень мало золота и вполне возможно то ополчение, которое я там натренирую, съест доход весь от Чицзена, если не больше. Но уже будет легче, потому что у меня море оружия трофейного мы будем носить с Санмону и продавать. Особенно с Чицзен, если носить после боя. Так, ну что ж, как всегда, прошу вас, ставьте лайки, вам не тяжело, мне приятно, плюс сильно мотивирует записывать видео. Время у меня мало, поэтому действительно надо большое желание, чтобы вырвать свое записать. Оно у меня есть, но будет больше, конечно, если будут ставить лайки. Ну, а я с вами прощаюсь. Кстати, подождите, я с вами прощаюсь, но на всякий случай нужно сделать вот так. Я же много успел сделать. И, как всегда, желаю вам всего наилучшего. Пока!